Привет, друзья! И это бюджетная зушка с агентом Веномом. Если у вас есть агент Веном, то вы 100% можете собрать данную колоду и просто всех разносить. Но прежде чем мы ее начнем обозревать, я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании, чтобы быть в курсе всех новостей. И вот, друзья, данная колода у нас выглядит следующим образом. Карты первой и второй серии плюс красавчик агент Веном. Сила нашей карты у всех либо 4, как указано, либо меньше. Поэтому агент Веном всегда нам будет играть только в плюс. И это наш идеальный второй ход. Во всем остальном, друзья, классическая... Ну, как классическая? Не очень классическая зушка. Со своими, так сказать, нюансами. Наши основные темпы это Бишоп и Стронг Гай. Потому что к концу игры наша рука, как правило, будет пустая. Потому что все мы карты разыграем. Разыграем троечки, разыграем четверочки, пятерочки. На третий, четвертый, пятый ход плюс-минус. И на шестом ходу мы тут разыграем. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть шесть карт всего. И можем все единички кинуть на последний ход. Единственная проблема может быть скиллмонгером, потому что у нас нету никакой защиты против наших единичек. Поэтому я бы советовал большинство единичек по возможности держать к последнему ходу. К последнему ходу, чтобы, так сказать, их не потерять. Во всем остальном это классика. Муравей, енот, ракета, Америка, Чавес, Электро, Найт, Кравлер, Белочка, Анжела, Агент Веном, как бы единственная карта, с которой могут быть проблемы. Бишоп, Стронгайк, Казарбл, Марвел. Все такое, как бы, банальное, заезженное и понятное, что даже не вижу смысла останавливаться на какой-то из карт. Да, поэтому пойдем, наверное, сразу в рандом, играть, смотреть, как это все играется. И, ну, на самом деле, да, это полнейший бюджет. То есть бюджет плюс Агент Веном. То есть Зушка первой, второй серии плюс Агент Веном. Это вот такая вот для новичков прям идеальна. Если вы там купили случайно, там, либо не случайно, Агента Венома и прям начинаете играть в эту игру, то на данной колоде я вам гарантирую, вы просто будете всех разносить на своем уровне коллекции. Вот. Ну и первый ход. Слушайте, Белочек я бы сейчас не хотел бы играть, потому что СОП мог бы их забрать через Киллмонгера. С другой стороны, играть ли мы вообще что-нибудь хотим сейчас, давайте, наверное, все-таки нет. Посмотрим, что у нас будет. Если это, допустим, Дестрой, то он, как правило, Киллмонгера кидает на третий. Вот, смотрите, что касается этой Локи, то в этой Локи можно будет что-то скинуть, да, ту же Белочку. Прям как самый идеальный вариант. Давайте пока кинем Анжелу. Кинем Анжелу, а дальше посмотрим. Скорпион. Ну, в принципе, неприятно, но на данной колоде не критично. Не критично. Так, идеальная возможность разыграть, наверное, Белку в центр, либо все-таки Стронгай. Давайте все-таки скинем пока Стронгай вправо. Циклоп будет понижать Анжелу. Слушайте, можно уже, в принципе, потихонечку забивать на эту Локу все-таки против Циклопа. Сложно будет что-либо сделать. Можем... А, нет, можем, не можем, можем, не можем. Играем Белку сюда, превращаем ее в какую-то шестерку. У нас есть три мана. Плохо, что Казар не зашел. Плохо, что Казар не зашел. Ну, нам надо что-то разыграть, что-то разыграть. И, наверное, что? Ну, все единички я бы не хотел сейчас отдавать. У нас на пятый пойдет Блумарвел. И на шестом ходу давайте какую-то одну единичку. Какую-то одну единичку. Электро я бы тоже пока оставил. Давайте, не знаю, что. Ну, так делаем. Ух ты, соскотч. Сейчас посмотрим, что нам дадут. Орка. Отлично. Отлично. Орка. Мы уберем Нед Кравли, район в центре у нас будет иметь 16. Бишоп, Бишоп, Бишоп. Нет, все-таки не Бишоп. Все-таки Блумарвел. И все-таки в эту локацию. Слушайте, шансы есть. Шансы есть. Анжела, да, там одинокая стоит. Но, к сожалению, блин. Не в этот раз. Санспот. Санспот, друзья. Мы можем его убить. Электрой. Мы можем его убить. И плюс разыграть Блумарвела. Давайте, наверное, так и сделаем. Циклоп уже, в принципе, не страшен. Нам на последнем ходу он может 2 стата только забрать. Можно вообще, кстати, даже забить там. У нас там будет сейчас сколько? 16 статов. 17. Правильно? 11 плюс 5, 16. Да, 17, 14. Типа выигрываем. Забиваем на ту сторону. Кидаем Казара сюда, наверное, да? Либо сюда. Давайте сюда кинем Казара. А нам все-таки электро надо скинуть. Все-таки, ну, нет вариантов. Нам надо что-то скинуть, чтобы стронгай прокачать. Убьем санспота. Ладно, тут потеряем статы. Пофиг. Смотрим. Ну, право, да. Мы прям сильно передавили право. Прям очень сильно передавили право. Ну, да, он забирает центр. И что, слева у него? И он понизил, да? Блин. Ну, мы бы в любом случае центр бы не забрали. Даже если бы электро не сыграли. Там нам бы не хватило. Казара тоже. Если бы я даже кинул, то нет. Мы тут сыграли по статам максимально, сколько могли. Ну, да. Если бы циклоп не понизил бы, то было бы тут ничья. И тут мы выиграем, да? Но циклоп понизил, к сожалению. Поэтому проиграли, друзья. Ну, блин. Играем, откровенно говоря, для моего уровня коллекции слабой колоды. То есть у меня уровень коллекции 5700 плюс-минус. Слабовато. Но прямо если у вас есть агент Веном, и вы на начальных уровнях коллекции, то колоды прям лютые имба. Вот я вам честное слово даю. Так. Окей. Окей, окей, окей. Пока пропускаем ход. Можем на этой колоде позволить себе пропускать ходы. Потому что карты все дешевые. В принципе, мы там под конец успеваем все выкинуть из руки. А если еще какая-то лока на удешевление будет, ну, то тут вообще можно пропускать до четвертого хода. Так, ладно. Но опять же, игра хочет, чтобы мы разыгрывали наши единички. Но я не вижу пока в этом смысла. На третьем что будем играть? Бишопа, скорее всего. На четвертом Казара. Нет, давайте пока, наверное, придержим еще на один ход. Агент Кольсон. Это Ришем. Это Ришем. Окей. После четвертого хода нельзя там разыгрывать карты. Отлично. Мы сюда кинем Бишопа. Он там будет нас разгоняться. На четвертом тогда Казар. Посмотрим, зайдет ли Блумарвел. Да ладно, вы прикалываетесь. Ладно, ладно, не беда. Не беда. Нет, все-таки, наверное, кинем Казар. Не, ну Казар не разгонится, а этот разгонится. Мы тогда заберем эту локу. Так, 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 так. Давайте, наверное, ее. Давайте, наверное, ее. Хотя ее, стоп, ее лучше разыграть здесь. Ее лучше разыграть здесь, потому что она самая бесполезная. А на Кравлера мы потом переместим, да? Если мы его на пятый разыграем с Казаром, мы его переместим куда-то для страховки. Либо в центр, либо вправо. Посмотрим. Пока все неплохо. Пока все неплохо. Ага, он все-таки забил на ту локу и решил идти в центр. Ну, центр мы уже не заберем никак. Центр мы уже никак не заберем. Хотя, слушайте, он получит плюс 6. У него будет 9. 9 против 11. И нам хватит 2 стата, да? И нам хватит 2 стата, 2 стата это Найт Кравлер. Веном. Веном, Веном. А, и плюс мы еще получим от Казара, допустим. Мы тогда выиграем эту локу. Да, давайте все-таки разыграем Казара и Найт Кравлера. Веном уже нам тут не... Он чисто что на 6, потом его сыграть на 6 ходу влево. Посмотрим. Пока, слушайте, пока выглядит все неплохо. Если он ничего не сделает с центром и справа, если у него нету окуленка, ну, то, в принципе, мы должны тут затащить. Сейчас увидим, чем он играет. Окей. Не затащим с той стороны. Хотя, стоп. Найт Кравлера можно туда кинуть, а в центре тогда будет ничья у нас. Ну, и тут разыграть ракету, наверное. Хотя она у нас получит 4-5. Пятеркой станет. И от Казара получит... А, мы, кстати, стронгая не прокачаем. Да, потому что у нас нету слотов. Так бы мы как раз все разыграли бы. 2, 3, 4, 5. Да, 5 манны нам надо. Но за счет этого... Окей, Найт Кравлер заберет ту локу. В центре у нас... Ну, тогда все, мы ничего не можем сделать. И что? У нас этот сыграет на 5, плюс Казар на 6. Этот играет на 6. Да, давайте его, мало ли что. Его надежнее. Он тоже играет на 6, но он его не убьет киллмонгером, если что. Ну, не важно. Просто стопы нужны были. Но нам не хватит, да. Нам не хватило. Опять нам чуть-чуть не хватило. Опять нам чуть-чуть не хватило. Ну, конечно, поднасрал нам этим магнет. Поднасрал. Хотя мы и так бы, наверное, не хватило бы нам. Да. Но, блин, даже на таком уровне коллекции мы неплохо так сражаемся. До последнего хода прям шансы у нас остаются. Но колода, друзья, поверьте мне, для новичков идеальная. Идеальная. Так, есть агент Веном на второй ход. Отлично. Отлично. Есть четвертый, пятый ход. Так, там, так, так. Сюда я не знаю, идти ли мне на плюс 5. Хотя девяткой станет. Его Шамчи не убьет. Почему бы нет? Плюс он усилит все наши карты. Хорошо. Текст карт не применяется здесь. Плохо. Вот это плохо. Вот это, друзья, максимально плохо. Волна нам особо ничего не даст, не даст возможность играть в какую-то единичку. Допустим, с Blue Marvel, либо сейчас мы Blue Marvel и так на пятки кинем, сейчас наверняка кинем Казара. Ой, такое, такое на самом деле. И все единички кинем напоследок. Да, тут мы же Бешипа не разыграем. Хотя можем разыграть его в центре, да, и докинуть единичек. Но одну какую-то карту я бы кинул бы в правую лоту для страховки. Какую-нибудь слабенькую Электру, допустим. Стронгай. Смотрите, если мы кинем стронгая и три единички, то он прокачается. Вот. То он прокачается. Ну и да, я думаю, так и надо делать. Сделаем даже так. Смотрим. Что он сможет тут придумать. Тоже кинул какую-то карту. Надеюсь, у него не будет Шанчи, иначе наши все карты просто умрут. В центре у нас очень много статов. Ага, отлично. Центр мы забираем. Ай, ё-моё, блин, нам повезло. Текст карт не применяется, окей. Я уже подумал, что он сейчас все перетянет туда. Ну вот, друзья, победа. Причем такая уверенная, я бы сказал, победа. Вот такая вот колодка у нас получилась. Пишите, что вы об этом думаете. Ну и не забываем подписываться на мой телеграм-канал. На этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok